Сухой для президентов. Владимир Путин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров могут пересесть на лайнер Сухой Суперджет 100. Самолет вип-комплектации уже закупил для себя Рособоронэкспорт. С чем связан такой успех Объединенной Авиастроительной Корпорации? И кто еще может захотеть люксовый Суперджет? Я, например, выяснял Стас Натанзон. Ну, кроме тебя, не желающих еще масса. Проблема в том, что делать самолеты некому. Здравствуйте, коллеги, и давайте по порядку. О том, что Чечня купит до 8 Суперджетов, заявил замминистра транспорта Республики Альви Шагириев. Он сказал, что это личное распоряжение Кадырова и что самолеты поступят в компанию «Грозный Авиа». Причем один лайнер должен быть вип-комплектации. Сейчас у этого чеченского перевозчика только старенькие яки, средний возраст самолетов 24 года. И 8 Суперджетов обойдутся компанией примерно в 280 миллионов долларов. Это по каталоженной стоимости. Плюс к этому еще примерно 20 миллионов за тюнингованный вип-лайнер. Не знаю уж, Кадыров будет летать один или как он привык в кортеже. А вот о самолетах для Владимира Путина пока известно не точно. Администрация президента слухи отрицает. Хотя о переговорах с Объединенной авиастроительной корпорацией говорят буквально все эксперты на рынке. Якобы планируется заказать два бизнес-джета и получить опцион на еще два. Вообще сегмент бизнес-авиации для сухого может стать очень значимым. Сейчас этот рынок в России оценивается примерно в 2-3 миллиарда долларов. Растет на 15% ежегодно. И в грядущие 17 лет в России, это по подсчетам крупного производителя самолетов, бомбардье, так вот России потребуется еще тысяча вип-лайнеров. Ну и неудивительно, что интерес к этому сегменту проявляют и крупные предприниматели, российские, да и не только российские. Не так давно Геннадий Тимченко, гражданин Финляндии, старинный друг Путина, совладелец царьевого трейдера Гунвор. Так вот, Геннадий Тимченко решил создать оператора бизнес-авиации А-групп, что же возможно заинтересуется и покупкой сухих. Ряд экспертов высказали нам предположение, что крупные российские госкомпании могут принудить покупать отечественные вип-лайнеры. К слову, Газпром Ави их уже заказал. Но вот главы таких вот крупных российских корпораций пока предпочитают все-таки иностранные самолеты. Вот, например, председатель правления Газпрома Алексей Миллер летает на Фальконе 900, а президент Роснефти Игорь Сечин на бомбардье Глобал Экспресс, самым дальнобойным из вип-джетов. Впрочем, проблем с клиентами у сухого нет. Вот сегодня, например, на МАКСе, на авиасалоне, Объединенная авиастроительная корпорация заключила контракты или меморандумы на строительство еще 77 гражданских лайнеров, уже не вип. По каталогу это более чем 2,5 миллиарда долларов. Только вот Объединенная авиастроительная корпорация может и не справиться с таким количеством заказов. На сегодняшний день, к сожалению, завода российской авиационной промышленности не в состоянии произвести столько самолетов, сколько есть заказов. Потребители бы с удовольствием не купили бы эти самолеты, если бы они были бы в наличии. В прошлом году было меньше сделано самолетов, чем планировалось, и в этом году меньше сделано. То есть это отставание надо наверстывать. Ну вот напомню, гражданские самолеты Сухого уже подписали контракты, твердые, это твердые договоренности, на поставку 170 лайнеров. Вот случайно переключил даже картинку. Но за 8 лет, пока эти лайнеры уже производятся, пока сделано лишь 21 самолет. Так что ВИП-заказчики могут остаться в сухом остатке. Спасибо, Стас Натанзон, о том, кто купит элитные самолеты с сухой Суперджет. Спасибо за просмотр!